Это считают встречи двух самых влиятельных в мире лидеров. Однако, по мнению многих, их отношения от равноправия далеки. Эти отношения основаны на зависимости. Сперва США отрицали прослушивание телефона Меркель, затем признали это, но слежка до сих пор ведется, потому что Обама заявил, мы сохраняем за собой право собирать информацию. На мой взгляд, Ангела Меркель отправляется в США за новыми указаниями. Многие упрекают канцлера в том, что она не настаивала на предоставлении Эдварду Сноудену возможности дать показания в расследовании деятельности АНБ. По мнению критиков, она старается сохранить имидж Германии как партнера США. Внимательно следить за визитом госпожи Меркель будет не только Германия. Многие в Европе возмущены тем, что ни один из лидеров не выступил против действий США после разоблачений Эдварда Сноудена. Самым веским доказательством трусости правительств, их нежелание полноценно решить эту проблему, несмотря на все публичные заявления, стало закрытие европейскими странами их воздушного пространства для самолета президента Эва Моралеса. Тогда они заставили лайнер приземлиться в Австрии, заподозрив, что на борту находится Эдвард Сноуден. Значительное внимание на переговорах будет уделено торговле. До сих пор ведутся переговоры по проекту трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, который может способствовать ослаблению нынешних строгих правил. На первый взгляд, это выгодно как ЕС, так и США. Но чем это обернется для европейских покупателей? Генномодифицированная еда, накачанная гормонами говядина и обработанная хлором курица могут оказаться на нашем столе. 96% немцев считают, что европейские стандарты защиты окружающей среды лучше, чем американские. По вопросу автомобильной безопасности, 91% опрошенных высказался в пользу ЕС. Что касается защиты данных, 85% сомневаются в пригодности стандартов США. Оппоненты Ангела Меркель на грядущих выборах в Европарламент заявляют о необходимости сделать переговоры по трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству более открытыми. Все переговоры проходят за закрытыми дверями. В них принимает участие небольшая группа людей. Мы должны быть бдительны. Когда такого рода сделки проводятся с развивающимися странами, часто появляются попытки нарушить их юридическую систему. Мы же этого не допустим. Безусловно, обсуждение коснется и нынешней ситуации на Украине. Недавние санкции, которые ввели США и ЕС в отношении России, выявили более тесные связи Брюсселя и Москвы в экономической и энергетической сферах. И несмотря на то, что Германия и США остаются ближайшими друзьями на международной арене, когда Ангела Меркель сядет с Бараком Обамой за стол переговоров, вероятно, у лидеров возникнут вопросы, по которым они не смогут согласиться. Питер Оливер, РТ, Германия.